Как прекрасно путешествовать по миру. Наверное, нет ни одного человека на планете, который бы не любил странствовать по свету и не хотел бы побывать в отдаленных уголках Земли. 27 сентября на всех континентах отмечали День туризма. Он приурочен к концу туристического сезона в Северном полушарии и к началу в Южном. В большинстве стран мира в этот день традиционно проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали. В Миасе тоже отметили этот праздник. Всемирный день туризма – праздник каждого, кто ощущает себя туристом. И неважно, будет это поездка к ближайшей лесной опушке или в экзотическую страну. Так сложилось, что у нас на Урале много тех, кто любит, взвалив на плечи тяжелый рюкзак, подняться в горы и побыть наедине с природой. Некоторые начинали знакомство с походной жизнью в центре детско-юношеского туризма. Потом встречались уже, будучи студентами, когда могли, тогда собирались, периодически выбирались в походы, периодически все равно собирались на соревнования, ездили. Сейчас стали уже взрослыми, стали работать, но тем не менее, вот есть подружка, подруга у меня, с которой мы занимались как раз-таки туризмом. У нее дочка, у меня дочка. Мы продолжаем наших детей также водить в походы. Для ребят из городского центра детско-юношеского туризма и экскурсий приготовили различные задания, развивающие ловкость и сообразительность, которые так необходимы всем, кто отправляется в поход. Центру детско-юношеского туризма и экскурсий в феврале будет 25 лет. Сейчас в нем успешно занимаются почти 600 детей. Есть у нас спортивное ориентирование, спортивный туризм, спортивное скалолазание. Мы хотим развивать туризм в городе вообще. День туриста – это день здоровых и активных людей, поэтому на празднике было много развлечений для тех, кто не любит сидеть на месте. Мы выставили луки, арбалеты, лошадь, контактный зоопарк, веревочный городок, лабиринт по спортивному ориентированию. Мы пригласили квадроциклы, чтобы катать детей. Главное для туриста – яркие впечатления, поэтому прохладная погода любителей походов не испугала. Они успешно прошли полосы препятствий, нашли выход из лабиринта, а после этого спели любимые песни. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ МИАС.